Роман, приветствую тебя еще раз. Приветствую. Ну, расскажи, вот вчера был бой с Шарой, да, бой получился и яркий, но, там, к сожалению для тебя, с неудачным результатом. Как ты воспринимаешь все, что произошло, причины, последствия и все остальное? Я считаю, что я контролировал полностью бой, первый раунд был за мной, второй раунд я тоже контролировал, все было отлично. Я работал всегда первым номером, не давал ему раскрыть его сильные стороны, да, это его ноги. У меня все хорошо получалось. Да, получился такой лаки панч, но я был в сознании, я четко контролировал, там оставалось, тренера мне кричали 30 секунд до этого, что концовка. Я работал, работал, и он мне там какое-то время попал, но я контролировал, я думал, он сейчас побежит добивать, я смотрю, он не идет. Я голову поднимаю, уже рефери стоит, вот так показывает, типа, стоп, я ничего не понял. И все люди, очень многие, не понимают, почему так. А как вот момент, получается, ты пропускаешь удар, а ты вообще видел вот этот удар, то есть второй? Ну, второй бэкфист я не видел, в этом-то, да, тоже проблема, что я его не увидел, это как лаки панч, да, такой, ну, можно сказать, получился. Ну, я первый сконтролировал, защитился от первого бэкфиста, а второй на выходе, он попал. Ну, я говорю, то есть там, я еще то, что на одной ноге стоял, то есть у меня баланс был чуть-чуть, и меня просто завернуло. Ну, я полностью был в сознании, я был готов продолжать. Я же там не поднимался, не ползал по этой клетке, там, не упал вниз лицом, там, да, ну, как тяжелый нокаут или еще что-то. Я полностью был в сознании, я понимал, что происходит. Когда мы в стойке деремся, тоже часто такие вспышки бывают. Просто на ногах ты плотно стоишь, когда на двух, ты, как бы, контролируешь этот момент. А когда бывает баланс, где-то переносишь, ну, бывает, что падаешь, да, от таких ударов. Вот это был такой удар. Ну, я так понимаю, после того, как случилась остановка, ты вот как раз говорил Шаре, что, ну, типа, уинтересовался у него, почему он не добивал. Да, Шаре, говорю, почему ты меня не добивал, он говорит, не захотел. А рефери как будто посмотрел на Шару и что Шара руки поднял и решил, что бой выиграл. Ну, если ты профессионал, лучшая лига в мире, вы как минимум должны сказать, продолжай. Бывает, я видел, сколько миллион боев, когда человек бьет человека, он падает в бессознании и не хочет его добивать, а рефери заставляет добивать его. Ну, хотя бы обозначить, да. Ну, я не был ни в бессознании, я полностью контролировал все. Я же поставил защитное действие, специально я руку поставил, потому что я понимаю, что когда, ну, как это происходит, да, человек налетает, начинает тебя долбить, пытается добивание какое-то сделать. Я думаю, когда он подойдет, я перевернусь резко. Ну, не знаю, что есть, то есть, да, как говорится. Конечно, хотелось бы незамедлительного реванша, хотелось бы аннулировать вообще этот бой, потому что я считаю, что я этот бой не проиграл. Мое внутреннее состояние, незавершенность, вот такое. То есть, если бы я действительно проиграл этот бой, как, ну, перебил он меня действительно, то есть, переиграл, это нормально, сильнее он меня. Но здесь такого не было, то есть, явно первый раунд я чисто выиграю, это сто процентов, не знаю, почему в записках он. А второй раунд, как будто ждали любого момента, его успешного какого-то вот такого более яркого, чтобы просто остановить это. Ну, я не знаю, для меня это загадка. А что тебе Шара ответил на вопрос, почему не добивал? Не захотел. А что? Ну, да, говорит, не захотел. Ну, я говорю, как понять, ты не захотел? Ну, тогда драться не надо было, ну, отказываться до конца. Ну, я так это вижу. Я в любом случае, я, возможно, не захочу ему там какое-то увечье такое нанести, да, жестокость. Ну, я все равно как-то обозначусь, да, типа, что я должен закончить рефлекс. У нас уже рефлексы, да, ты должен добивание показать. Ну, я не знаю. То есть, там не было, говорю, что я упал, лежу там без сознания, дышу, как бывают, да, такие тяжелые нокауты, как там Holloway Gage нокаутировал, да, он вниз лицом упал и лежит. У меня же такого не было, я там не болтался, у меня не кружилось, ничего, ничего не было, вспышка была. В этом бою у меня была вспышка. То есть, у меня бывало, с рук попал, я, ну, раз, такая вспышечка, ну, и что, мне просто каждый ее останавливать, что ли? Почему бой не остановили, когда я ему попал? В первом раунде? Да, он жестко болтанул, я его. Там был такой момент, он еще вот так начал делать, как будто подожди, я должен был уйти, руки поднять, что ли, и все. Ну, я не понимаю, как бы. Я вообще этого рефери первый раз вижу тоже, если честно, когда он ко мне в раздевалку зашел, я вообще не понял, кто это сначала. Ну, вот, теперь буду знать, кто это. Ну, да, мне интересно, по первому раунду ты чувствовал, что все получается, потому что, знаешь, и во втором раунде мне единственное, что казалось, что вот эти типы, которыми Шара раз в три попал, когда ты падал. Да, за где-то он меня, да, он хорошо на тайминге поймал меня навстречу, да, это, ну, не тип такой, больше как Йоко такой каратистский или тейквандистский, не знаю. Ну, да, ну, и бывало, я ловил, сводил, бывало, попадал, ну, он спортсмен, он хороший ударник тоже, безусловно, у нас есть, да, и с моей стороны, и с его стороны успешные действия, безусловно. Ну, они, эти удары, как бы я их не чувствовал, это просто толчок такой, да, ни более. А не было такого, да, что ты где-то подсел функционально? Нет, абсолютно. Я, наоборот, думал, в третьем раунде я еще накручу темп очень сильно сейчас, что ему будет очень тяжело, потому что я видел, что он уже очень устал. Я умею темп держать и накручивать, все это знают, что я никогда в бою там ни с языком на плече не ходил. Ну, моя функционалка, она на хорошем уровне. Вот Шара придерживается той позиции, что, в принципе, если бы это не случилось там во втором раунде, то это случилось бы в третьем раунде, ну, условно, финиш там рано или поздно пришел бы. Ты не чувствовал, да, что бой там от себя уходил как-то, ты чувствовал, что вот до четвертой минуты все как бы шло, до четвертой минуты второго раунда все шло нормально. Второй раунд, по-твоему, ты тоже забирал на записи? Шара сейчас может говорить все, что угодно, понятно, все козыри у него в рукаве, да. Да, Шара сейчас будет говорить, что я бы его и в первом накрутировал, пожалел просто, хотел дотянуть до второго. Да ничего не так, я же видел, насколько у него были растерянные глаза, насколько был он растерян. У него не получалось проводить его какие-то действия, ты сам видел бой, у него ногами что получалось? Практически ничего, что он делает, да, обычно. Обычно он финтит, что-то делает, со мной у него ничего не получалось. Я закрыл ему все ходы, я его гонял по клетке постоянно, я его всю дорогу держал в напряжении. Да, второй раунд был, я не скажу, что я его прям выигрывал откровенно, но он был как минимум равный. То есть там не было такого, что он меня в одну калитку перебивает или я его в одну калитку перебиваю. Да, второй раунд был близкий, я соглашусь. Но первый раунд я чисто выиграл, сто процентов. Какие твои действия дальше? Я так понимаю, у тебя в первую очередь сейчас такое разочарование в том, как именно все сложилось. Что дальше? Часто ли ты пересматривал этот эпизод, кстати говоря, с финишем? Эпизод я видел пару раз вчера, ну не часто, но я посмотрел его пару раз. И я-то понял, что произошло, прям даже и в момент боя. Я знаю эти фишки, я сам как бы использую этот удар иногда. Ну, что дальше? Разочарование, безусловно. Я говорю, есть как бы неразочарование, у меня вообще непонимание. То есть у меня недосказанность. У меня внутри недосказанность, недоработка. То есть как будто я недоделал дело. Если бы я проиграл, я бы смирился с этим. Я мужчина, я спортсмен, я боец. Я понимаю, что ты можешь проиграть, можешь выиграть. Это бывает, это, ну, у всех, да. Но здесь я считаю это не поражение. То есть это просто какой-то подарок. То есть просто взяли и подарили победу. И все. И я, это не мое мнение, как типа я такой там человек в ринге, и так я думаю. Да мне миллиард сообщений уже пришло, я людей встречаю. Да даже тебе, ты говоришь, что рано остановить. Все говорят, не должны остановить. Ну, я же говорю, опять же, я понимаю здесь ситуацию, потому что выглядело все действительно тяжело. Но я считаю, что, наверное, в таких ситуациях лучше давать шанс. У нас бои тяжелые. У нас спорт сам по себе нелегкий. У нас серьезные вещи друг другу люди наносят. Вот Топурия Макса Холова отправил, да, он его попал и добил. Он же ему не попал и оставил его. Если бы он оставил его, а кто бы поднялся, они бы дальше дрались. Он попал и добил, он поставил точку. И так во всех боях люди делают. Попал, добил, попал, добил. Здесь этого не было. У нас главный бой вечный. Мы в главном карте деремся. То есть, не знаю, мы оба ударники. Люди хотят зрелища. Мы деремся, мы деремся в стойке, показываем людям зрелище. Вот, смотрите, в чем проблема. Я вышел туда и готов умереть в этой клетке. Я воин, я готов на это. Я туда не выхожу, жалей себя или еще что-то. Я не знаю. Я считаю, что это несправедливое решение. Видишь, как бы работа рефери же заключается в том, чтобы сохранять здоровье бойцов. И есть рефери, которые действительно дают там доталову. То есть, по-любому есть рефери, которые бы в этой ситуации продолжили бы поединок, дали тебе шанс восстановиться, прийти в себя. А есть рефери, которые, ну, в принципе, понимают, что там угроза. И лучше, ну, исходя из того, что они хотят сохранить здоровье твое, ну, типа останавливают бой. С этой точки зрения не оправдывают это? Знаешь как, я с тобой согласен. Есть просто разные ситуации. Есть действительно, когда вот человек упал, но он без сознания практически. И его долбят вот так. И он просто лежит и получает. Действительно страшно это выглядит. И рефери должен вовремя войти, да, в бой. Но здесь этого не было. Здесь, как бы, я контролирую. И я еще там, если посмотреть, там же я не секунд десять лежу. Я раз и смотрю, нет действия. Я раз на рефери смотрю, вот так голову поднимаю. Он вот так стоит. Ну, и все, я потом на жопу сел. Просто я в шоке был. У меня слов не было, честно. Ну, да, я просто еще увидел, что по первой твоей реакции, что ты как бы не поднимался. Я думал, что действительно все как бы тяжеловато. Я же сначала на три точки, а потом раз, я вот так закрылся. Я, то есть, ну, я верю, я просто, как сказать, это рефлекс так сработал. Я не знаю, что я думал, что он налетит. Ну, я не знаю. Ну, я не согласен. Я не знаю, как еще сказать. И очень многие люди, зрители. Мы же работаем для зрителя, для публики. Понятно, что для себя в том числе. Но мы это показываем людям, да, на что мы способны. Мы готовы идти до конца. Ну, здесь, к сожалению, не получилось показать. Тем более, в раунде оставалось 9 секунд 8. 40 секунд, 40 секунд. Не, не, 8 секунд. 4 минуты, на 4 минуте 20 секунды, по-моему, остановили. Не, 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 8 секунд осталось. Ты что, можно даже найти день, посмотреть. Я проверю, да, посмотрю. 8 секунд. Не, 8 секунд. Я говорю, до этого момента еще мне тренера кричали 30 секунд. И потом вот уже там какое-то время прошло. И вот эта ситуация произошла. Поэтому даже, исходя из того, что осталось 8 секунд, профессиональный рефери, он должен увидеть этот момент. И он должен дать шанс мне восстановиться. Если я не смогу восстановиться, это уже моя личная проблема. Если в третьем раунде он меня финишировал бы, вопросов нет. Ну, этого же не произошло. То есть, я считаю, что это подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...